Козлова Юлия Михайловна Копать участок лопатой тоже полезный навык Как мы копаем? Очень просто Ставим лопату практически вертикально Ногой утапливаем полотно в почву Черенок опускаем вниз Землю, которую подняли, кидаем чуть вперед И так на всю ширину поля Если вы заметили, в результате образовалась небольшая бороздка Когда мы пойдем в обратную сторону, точно так же, мы ее закопаем Переворачивать ничего не надо Просто кидаем землю вперед Если попадаются комки земли, можно ударить немного лопатой, чтобы они рассыпались По пути нам будут попадаться сорняки Их можно убирать сразу, а можно, когда будете боронить граблями А можно и сразу, и когда будете боронить граблями Какие здесь могут быть ошибки? Не надо держать лопату вот так Так вы срежете только верхнюю часть почвы А внизу она будет непрокопанная Еще кидаем вот эту землю слишком далеко Так вы быстро устанете И у нас образуется большая яма Вместо маленькой аккуратной бороздки Какая еще бывает ошибка? Слишком много берем земли Кажется, что если мы отступим подальше И возьмем земли побольше И захватим побольше земли То мы быстрее вскопаем участок На самом деле это не так Мы просто быстрее устанем Если участок заросший сорняками Или земля слишком плотная Отступайте совсем чуть-чуть И срезайте совсем тоненький слой Так вы перекопаете быстрее И лучше И качественнее При такой технике в скобке В конце поля у нас останется вот такая ложбинка Как ее убрать? Можно ее заборонить Когда будете боронить участок граблями Просто заровнять А можно сюда подсыпать перегноя Торфокомпоста Или еще чего-нибудь плодородного Я предпочитаю второй вариант Казалось бы, что сложного Скопать участок Но есть нюансы Не надо держать лопату вот так Эффективность низкая Держите лопату Держите лопату Так, чтобы одна рука Находилась на конце черенка Сверху А вторая посередине Тогда У вас будет большой рычаг И силы на то, чтобы поднять ком земли Потребуется меньше Если вы учтете этот нюанс Копать будет намного проще Если черенок слишком длинный Подрежьте его так, чтобы он соответствовал вашему росту После того, как участок перекопали Забороним его То есть Берем грабли И разбиваем коме земли Рыхлим землю А еще Нам понадобится ведро Чтобы собирать туда сорняки Но прежде Внесем удобрение Внесем удобрение Внесем удобрение Поле вспахали Теперь вносим удобрение Из расчета 50-60 грамм На квадратный метр То есть На сотку понадобится 5-6 килограмм Просто разбрасываем Разумеется В перчатках После того Как участок Перекопали Забороним его Просто берем И рыхлим И выбираем сорняки Сорняки выбрасываем Топтаться по полю При этом не обязательно Просто мне камеру по-другому не поставить Итак Мы сегодня Перекопали И заборонили Небольшой участок Теперь Можно отбить угол Разметить его на грядке И что-нибудь посеять Копать грядки Это не сложное дело Но оно тоже требует Навыков Умения И практики Желаю Вам освоить Это нехитрое дело Ставьте пальцы вверх Или вниз Подписывайтесь на мой канал До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok